итак мы находимся в лаборатории совэлмаш и я хочу теперь показать визуально в чем отличие электродвигателей класса и е4 от просто стандартных асинхронных двигателей с классической обмоткой и так мы имеем значит энергоэффективного класса и е4 один двигатель электродвигатель вот на нем можно посмотреть на шильдики значит класс и е4 вот он для разных напряжений и разной частоты соответственно мощность его 4 киловатта вот именно то что нам в данном случае сравнивать друг с нашим двигателем и смотрим соответственно вот обыкновенный двигатель то же самое у нас 4 киловатта мощность вот теперь замерим длину ротора и 4 и простого мотора то есть у нас допустим и четвертый ротор получается 204 миллиметра по длине теперь смотрим простой порядка 145 миллиметров вот теперь по меди то есть по меди и 4 у нас 256 миллиметров стандартная даже его не смогу точно замерить с этой стороны я медь коснусь а с этой стороны она там в глубине ну только примерно можно вот сказать то есть сейчас двести тридцать пять и здесь минус у нас еще внутри уйдет еще порядка 15 ну где-то 220 миллиметров всего то есть гораздо естественно гораздо меньше здесь гораздо меньше меди здесь гораздо соответственно больше меди почему они такие дорогие выходят двигателя и е4 серии рассказал про двигатель вот это двигатель у нас сотого габарита 4 киловатт и вот еще у нас есть и четвертый двигатель 3 киловатт к но к сожалению у нас нет классического двигателя простого энергоэффектив не энергоэффективного значит такой же мощности но есть ближайшие двигатель с ротором такого же диаметра но по длине можно видеть что он фактически в два раза короче ну чисто для примера для получения класса е4 производители данных двигателей значит короткозамыкатели делают очень очень толстый в очень большой объем сюда алюминия заливается можно видеть по толщине здесь толщина и по глубине и здесь глубина на полную материала немерено соответственно раз это цены на и 4 в отношению к простым различается в разы вот поэтому наша задача с помощью обмотки славянка сделать в данном дешевом двигателе тот же класс энергоэффективность то есть е3 е4 чем мы будем делать